Здравствуйте! Сегодня мы займемся пересадкой вот этой вот целлогины крестаты. Она растет у меня на балконе. Несмотря на то, что это орхидея прохладного содержания, растет она очень хорошо, как вы видите. Очень много новых отростков, они пошли хорошо в рост. И мне нужно ее пересадить, так как этот горшочек в скорости будет очень-очень маленьким. У меня нет подходящего по размеру горшочка, я посажу ее вот в такую вот корзиночку. Она ненамного шире. Целлогина, особенно в такую жару, как сейчас у меня, требует довольно высокого содержания влаги в грунте. Поэтому я добавлю в грунт кокосовые чипсы, добавлю некоторое количество сфагнума и добавлю обыкновенной коры. У нас, к сожалению, очень тяжело найти приличный грунт. Раньше даже тот грунт, который был вполне приличным, стали разбавлять очень сильно торфом. Торф, как вы знаете, сжигает корни орхидеи и не годится для всех орхидеи. Итак, приступим. Вполне вероятно, что я сделаю просто перевалку, так как орхидеи от карги приходят в великолепном состоянии с прекрасной корневой системой. Ну, посмотрим. Все будет зависеть от того, что я найду внутри горшочка. А внутри горшочка картина, ну, просто прекрасная. Корешочки все живые, тверденькие. Сейчас я просто слегка-слегка обтряхну. Просто слегка обтряхну. Ну, вот когда говорим о качественных растениях, вот что можно сказать в данном случае. Ну, посмотрите. Я просто слегка-слегка обтряхнула. Есть какие-то старые корешочки, но их настолько мало, что даже не стоит заниматься очисткой. Практически все корни живые, здоровые и крепкие. Просто прекрасное растение. По всей видимости, я сделаю просто перевалку. Вот чуть-чуть просто. То, что падает само, вот так вот, вот. Даже не буду ни напрягать ничего здесь. То, что само упадет, упадет. Итак, мы просто сделаем перевалку, так как растение в прекрасном состоянии. Совсем немного грунта. Как мы уже сказали, здесь у меня сфагном, потому что корзиночка очень дырявая. Целлогина во время роста и развития любит влагу. Я добавлю еще сфагнума. И добавлю немного испанского мха поверху. Просто сделаем перевалку. Сейчас мы посмотрим. Может быть, много положила? Да нет. Как раз. Я размещу ее по центру, так как у нее ростки идут во все стороны. Но вот, тебя мне тут совершенно не надо. Ну, куда денешься? Ладно, потом вытащу. Размещу абсолютно по центру. Вот так. И заполню все грунтом. В общем-то, показывать, как заполняется корзинка, я думаю, смысла не имеет. Я покажу конечный результат. Наша целлогина пересажена. Я немножко обложила ее остатками. У меня осталось немного мха из Испании. Правда, он уже здесь подсох. Почему я сделала просто перевалку, а не почистила корни, я объясню. Это не только из-за того, что они были в прекрасном состоянии, и я так доверяю, я действительно доверяю карге. Но дело в том, что у нас страшная жара, 39 градусов на данный момент, и я не хочу очень сильно травмировать растение. Пускай оно само постепенно, постепенно разовьет корневую систему. Если вдруг понадобится сделать другую пересадку, мы ее тоже сделаем. Теперь мне остается только подвесить мою целлогину. Места для новых псевдоболь много. Так как я не резала ничего в корневой системе, поливать я ее начинаю с завтрашнего дня, как обычно. Сегодня она была полита. И удобрять буду два раза в месяц. Вот такое маленькое видео о целлогине Крестате. Если кто-то помнит, в каком виде она пришла, в принципе, она была очень хорошая. Но у нее были светло-желтые псевдобульбы. Это, видимо, из-за дороги в темноте. И очень сильно помятые. Если кто-то интересуется, может посмотреть видео о посылке. И посмотрите, псевдобульбы практически все расправились. Из-за яркого света позеленели. Спасибо за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайк. Если появились вопросы, подписывайтесь на мой канал. Отвечайте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok